Друзья, здравствуйте! Я приветствую вас на очередном английском понедельнике. Сейчас у меня в гостях Александр, причем в прямом смысле слова, то есть мы находимся вживую вместе. Это на самом деле очень интересно, потому что у нас же все происходит онлайн, и у нас уже какой по порядку студент, с которым я прямо вживую записываю это. Вау, может быть это на самом деле не онлайн, это сейчас фейк. Да, может быть это не оффлайн, мы так очень хорошо соединили две эти дети. Здесь видишь, есть полосочка. Да, вот она поэтому есть. Я так и говорю. Окей, ну хорошо, наша задача будет сейчас рассказать, как можно преодолеть этот путь в почти два года, два года связанные с английским, потому что некоторые не выдерживают и месяца. наша задача дать правильные наставления, чтобы люди дожили, потому что вот этот путь, даже месяц, даже полгода английского, кажется чем-то очень страшным. Поэтому вот как это два года английского? Просто жена заставляла. На самом деле. Милена. Надеюсь, она не будет этого слышать. Нет, нет, она не будет этого слышать. Как? Очень просто, ну, то есть все началось с моей цели, то есть у меня просто... Насколько очень сложно. А, все очень сложно, все было очень сложно и важно, и серьезно, потому что все началось с цели моей компании, нам нужно выходить на международный рынок, на американский рынок. Для этого мне нужно делать публичные выступления, консультации, семинары самому. То есть это нельзя делегировать. То есть это была точка А вот в 2016-м, да, такой сидишь и такой представляешь, мне надо выступать. Без этого компания стоит, да? Ну, не то, что стоит, но без этого компания точно не станет международной. То есть я не смогу реализовать свою мечту. А как произошла эта реализация? То есть в какой момент это случилось? Потому что... Ты имеешь в виду вот это осознание снизошло на меня, но оно снизошло за много лет до этого, потому что это было скорее не так. Это было... Я давно уже понимал, что нам надо идти в Соединенные Штаты, и я перевозил книги даже, там мучился с переводчиками, с редакторами, не особо зная английский язык, имея этот вот дурацкий школьный, университетский язык, когда ты можешь как бы читать и можешь как бы писать, но как бы на самом деле говорить не можешь. То есть это не язык, это полная профанация. Вот у меня был такой английский, поэтому я работал даже с редакторами моих книг, я с ними общался, что было тоже на самом деле таким вызовом. Мы переводили наши материалы консалтинговые, то есть мы готовились, но я понимал, что это займет время, но в то же время вот наступил момент, МЧ, и я посчитал, но я неплохо понимаю, как работает разум человеческий, там психологию создания навыков и всего остального, и я понимал, что для того, чтобы выработать такого уровня сложнейший навык, требуется хотя бы больше двух лет. И вот когда, собственно, я оттягивал это как я мог, я оттягивал это два или три года, но когда я видел по стратегии, что если вот в этот момент я не начну проводить публичное выступление, мы просто будем терять много денег и много бизнеса, и много будущего, я просто понял, что дальше отступать как бы некуда. Я очень отчаянно на самом деле искал правильную методику, потому что я в каком-то смысле уникален, потому что я один из немногих людей, я знал, какая методика мне нужна. Ну то есть я не знал, в чем она заключается, но я знал основные черты, что не надо делать. Я знал уже, что точно не надо ходить в обычные школы, я знал... Так произошел же переезд в Америку. Да, произошел переезд в Америку, но у меня была последняя... Это осознание уже произошло в Америке, потому что когда я переехал в Америку, я пошел в Манхэттенскую English as a Second Language School, и это была последняя попытка, которая поставила точку во всей этой истории, когда я понял, что это просто пустая отрата времени. А что там происходило? Это обычный English as a Second Language, то есть это обычные уроки, обычный преподаватель, носитель языка, который пытается тебе объяснять на английском английскую грамматику, пытается объяснять слова. Это урок, на котором ты занимаешься тем, что ты наблюдаешь за умничением преподавателя и умничением других студентов, и раскрываешь свой клюв там на несколько минут в урок. Сколько он длился? В лучшем случае. Я туда ходил, это были такие четырехчасовые, по-моему, блоки, что-то типа такое в день. И я, когда я посчитал, что за эти четыре часа я произношу звуки примерно семь минут, а я люблю считать время, я люблю там все... Считать вообще, да? Да, считать вообще. Я понял, что вот примерно на семь минут в день эта школа дает мне эффективность, и я понял, что это является вообще полным поражением, и так я никогда не дойду до цели, потому что, чтобы выработать любой навык, нужно определенное количество часов, а там их семь и несложная математика. Ну а как я могу говорить, если я не могу это прочитать? И если я не знаю буквы? Это очень интересно. Точно так же, как говорят все люди во всем мире примерно, они не знают букв, и они при этом замечательно совершенно говорят. То есть для того, чтобы говорить, мне надо знать не буквы, нужно делать определенные мышечные усилия, выдыхать из себя воздух. То есть есть слово, да, например, на досках? Да. Как я могу говорить это слово? Это реально так абсурдно звучит. Как я могу говорить слово доска, если я не могу прочитать слово доска? Это реально абсурдно звучит. Ну смотри, я понимаю, что ты истебаешься над людьми, которые именно так и мыслят, и я видел много таких людей. Моя мама, я надеюсь, она не смотрит это видео. Она уже вообще в порядке. Да, она в порядке, но ей 70 лет, и она взрослая такая, и она учит английский, и ее первые уроки были такие. Как я могу это произнести, если я не знаю, как это написать? Но это заявление, оно понятно, что оно абсолютно абсурдно. Это просто, это, грубо говоря, из нас выдавливается вот эта гадость, которую нам научили, научили в школе. Это безумство, которое мы называли изучением иностранного языка, а это безумие на самом деле, потому что это, наверное, самое плохое. То есть, если бы человек в то время, когда он сидел на уроках английского, просто ходил на улицах и повторял за окружающими, но, конечно, его английский был бы ужасен в результате, потому что это все равно, что как вы идете в русский пив-бар, повторяете за окружающими, учите таким образом русский язык. Это было бы также ужасно, но это было бы более эффективно, чем сидеть в школе. Ну как повторить слово доска? Просто повторить доска. Это настолько просто. Да, тем более, это тоже очень смешной факт, это, знаешь, русские все время жалуются. В этом ужасном английском языке слова читаются не так, как пишутся. Я говорю, а в русском они читаются, да, как пишутся? Вы пишите, мы пишем корова, но мы никогда не читаем корова, мы читаем корова, мы пишем г-де, г-де, а произносим х-де. Мы пишем з-д-ра-в-с-т-в-й-те. Да, и, конечно, так же произносим. Да, произносим здравствуйте. И это не имеет никакого отношения к написанию, и это во всех языках то же самое, одна и та же история. И поэтому, возвращаясь к теме, и поэтому, когда ты прислала мне коммерческое предложение тогда о том, что у тебя есть специальные тренировки языковые, меня это просто вонзилось прямо в сердце. Я в этот момент был уже просто в шоке. Намученный. И я сказал, да, let's do it immediately. И это было на самом деле классно. И я просто, я дико тебе благодарен, потому что ты спасла всю стратегию моей компании, мою жизнь. У меня есть благодарность. Это не просто на словах. Не, ну это действительно так, потому что за два года дойти до уровня public speaking, дойти до уровня, когда я могу. Ведь на самом деле, что такое вот уровень свободного английского public speaking? Некоторые люди говорят, ой, у него не такой акцент. Вы знаете, вот он произносит это слово неправильно, у него не такой акцент. Да это полная пурга. Это на самом деле, ну понятно, когда этот акцент, как в этого crazy Russian daily, конечно, это совсем тяжело. Но акцент не так сильно влияет, на самом деле. Даже отдельные грамматические ошибки не так сильно влияют. Самое большое влияние и самая большая проблема это то, что человек не говорит, а он думает сначала. То есть это самая большая проблема. Это то, что мешает ясно выразить идею. Я вчера ел бургер. Да, так как сказать? Я... Это должно быть past simple или I ate I ate burger. И он сначала думает, все это выстраивает, а потом он выдает эту гениальную фразу. Но прикол заключается в следующем, что в таком английском нет реальной коммуникации, нет души, нет сердца. Этот человек всегда будет звучать как чертов робот. Да, и люди всегда говорят, что я хочу выражаться так же, как на русском. И он никогда не сможет выражаться, потому что он не выражается, он занимается долбанной языковой математикой, каким-то тупым компьютерным переводом, только делает это в своем мозге на самом деле. Кстати говоря, легче тогда общение учить, а взять букву переводчик, раз так хочется переводить, кстати, просто переводчик. Я вспоминаю, как моя мама, значит, моя мама приехала к нам в Нью-Джерси, в наш дом, и у нас была такая домработница, такая очень английская, американка, то есть она британского происхождения. И, значит, я им дал iPad с Google-переводчиком. И там нажимаешь, говоришь на русском, и он переводит, и потом нажимаешь, говоришь на английском, потом он переводит. Я немножко наблюдал за этим, как этот Google-транслейтер, как он переводит фразы, но они оба примерно одного возраста, и они там как-то вот несколько раз разными словами, они как-то с этим справлялись. Но он переводит, конечно, очень феерично некоторые вещи. Жесть. Жесть. Ну, то есть такая коммуникация тоже возможна. Особенно, когда надо, я представляю, надо выступать на публике, я представляю зал в 200 человек, и ты выходишь с Google-переводчиком. А я могу тебе сказать, что они должны сильно тебя любить. Сильно. И, возможно, если ты что-нибудь, ну, какая-нибудь Мила Йович, или, ну, и, предположим, не знала бы английский язык, но была бы мегапопулярной актрисой, которую все любят обожать. Конечно, они бы терпели. И даже отнеслись бы к этому, о, как это мило. Но, sorry, это не моя область, не моя индустрия, поэтому у меня нет шансов. Я понимал, что это не будет работать. В лучшем случае меня запомнят. Да. Вы помните этого чокнутого? Это привлечет внимание. Да, да. О, а ты еще не видел, как этот чувак выступал со сцены там на таком ужасном языке, и мы все ржали в зале. Давай я с тобой поделюсь, это очень смешно. Это крутой способ привлечь внимание. Да, привлечь внимание, но не любое внимание помогает бизнесу. В этом вся проблема. То есть, нас запоминают, но с точки зрения того, насколько это ценно для бизнеса, это очень сомнительно. Короче говоря, первое, первое, мое успешное действие было то, что я имел очень твердые, очень важные цели, которые дорого стоят. То есть, это буквально дорого стоит, потому что каждый месяц, пока мы не получили американских клиентов, пока мы не начали сотрудничать с журналами, с какими-то сценами и так далее, это он стоит денег. Это первое. Второе успешное действие это то, что я выделил на изучение английского самое лучшее время. То есть, я просто вот прямо задался вопросом, в какое время мне наиболее эффективно делать уроки. И это было раннее утро для меня, и поэтому я запланировал каждое утро, я буду иметь урок английского. И я отодвинул все остальное. Это было больно, все пищали, у меня большая компания, у меня большой бизнес. А тем более, в Америке рано утро, в России это день, и это очень топовое время. Топовое время, координации, вебинары, какие-то тоже воркшопы, консультации, то есть, все они хотели занять это время, и это была битва. Я даже не подумала, это правда, это прям топовое время, жесть. И они все плакали, они все были очень недовольны этим. Я сказал, вы понимаете, ну, опять же, я неплохо разбираю стратегии, бизнес-стратегии. Я увидел, что вот это ключевой момент бизнес-стратегии. Я понял, что это важнее, чем что бы то ни было, из того, что я делаю в настоящее время. И я просто поставил это в расписание и сказал, не трогать. Don't touch. То есть, надо, с точки зрения, если мы говорим о компании, если у нас бизнес, то надо сотрудников обязательно предупредить. Конечно, я им, более того, я им продвинул эту идею, я им объяснял, почему мой, черт побери, мой персональный английский, почему это на самом деле мега важная стратегия для компании. И я это продвинул, я это продал им, и поэтому вот это вот, подход, не трогайте, это мой английский, он священник, он как бы сработал. Это очень чувствуется, на самом деле. Я же общаюсь с командой, я же общаюсь там с топами. Это очень чувствуется. И наоборот, я общалась с людьми, которые даже в отношении своей семьи не поставили приоритетов, и я чувствовала такое, как бы, некое раздражение в отношении этого, что, как бы, опять этот английский. То есть здесь надо понять, что, если мы собираемся быть приверженными этому, то будет некое сопротивление со стороны, и легче, как бы, сначала обозначить этот момент, да, то ли это семья, то ли, потому что реально очень много моментов, когда, ну, вопрос такой, приоритетов встает. Абсолютно верно. Смотри, английский – это важный проект для жизни. Это просто важный стратегический проект. И так как, ты же знаешь, я занимаюсь систематизацией бизнеса, и мы делаем большие проекты. И что такое важный проект? Это значит, что для того, что ты его осуществил, тебе нужно его сначала продать, презентовать, сделать так, чтобы окружающие поддерживали этот проект, и потом тебе его достаточно легко упрощать. Если ты его не продал, окружающим, если они не поддерживают это, то ты будешь в аду весь этот проект, то есть тебе он становится во много раз сложнее. Поэтому я продал, это было продано моей жене, это было продано моим близким, это было продано моим сотрудникам, и они все это поддерживали. Классно. И поэтому у меня было минимум отвлечений от этих уроков, то есть и к этому все относились с уважением. Это очень классно, потому что, честно сказать, наблюдая за тем, почему у нас люди соскакивают с линией, по каким-то безусловно важным причинам, то есть нельзя оценить, что важнее, там, проблема в бизнесе или проблема с английским, проблема в семье или проблема с английским. Но я понимаю, что это происходит именно из-за того, что предварительные работы обычно не делаются. То есть, ну, как бы, просто встать и объявить. Друзья, у меня английский, он занимает столько-то времени. Поддержите меня. Абсолютно. И плюс еще есть такая феноменальная вещь, это называется обещание. Это когда ты обещаешь окружающим. Ребята, моя цель через два года выйти на сцену на английском языке, сделать профессиональную презентацию. Ты сам себе продаешь идею как бы. Ты продаешь себе. Это плюс еще обещание, которое ты даешь людям вокруг. Это тоже важно, потому что потом это обещание тебя поддерживает. Мы не любим отказываться от своих обещаний. Как ты продвинулся уже по своему английскому и так далее. Это очень важно, на самом деле. И вот это то, что мне помогало. То есть, просто забить в расписание, держаться зубами как бульдог. Хорошо. Если правда в том, что даже когда я забивал семь дней в неделю, нам не удавалось заниматься семь дней в неделю. Да, переносы, то есть, минимум пять получалось делать. Максимум пять даже. Пять. Какая-то жизнь, она все равно вклинивается. То есть, даже с учетом того, что мы так это планируем, у нас есть моменты, когда это переносится. Потому что, ну, жизнь-то никто не отменял, надо куда-то лететь, там, связь, какие-то встречи, которые ты не сможешь отменить. Хорошо. Вопрос. Вот два года, если мы разделим на полгода, полгода, по четыре раза. Что мы имеем? Это пример. Мы можем на восемь даже сцепетиться. По месяцу можем разделить. Нет, нет. Ну, окей, за четыре, четыре, это нормально. Это реально какой-то скачок на уровне происходит каждые шесть месяцев. То есть, это внутренний какой-то. Вот с точки зрения, мне, что интересно, с точки зрения именно вот, ну, достижений в бизнесе, да, то есть, что произошло через полгода, что произошло еще через полгода? Ну, через полгода это нормальное общение с близким кругом клиентов и с близким кругом. То есть, это было в начале 2017-го? Да. Это было нормальное уже общение, когда можно было с партнерами, какие-то решать бытовые вопросы, общаться со своими издателями книг, какими-то партнерами, все такое прочее. Еще через полгода это были нормальные бизнес-консультации, когда я мог уже с клиентом общаться ни на сцене, ни со сцены, а общаться Это уже осенью. Да. Индивидуально с клиентами, обсуждать их проблемы, понимать, что они говорят и коммуницировать достаточно адекватно, без каких-то гугл-задержек, каких-то переводить. А еще через полгода я начал делать маленькие воркшопы, презентации. Они были очень тяжелыми для меня. Ну, они были тяжелыми, потому что, ну, грубо говоря, на русском языке я делаю там воркшопы четыре дня полных дня, например. Я не... Ну, как бы для меня это нормальный обычный режим. А там, значит, я делал, помню, презентацию такую полуторачасовую в Вашингтоне. Я делал в Колумбусе, Агайо, и я делал в Филадельфии. И для меня было такое удивление, что за эти полтора часа я через эти полтора часа готов сдохнуть уже. То есть, это была такая презентация на очень хорошо известную мне тему, которую на русском языке я много раз проводил, с каким-то фидбэком, то есть, я задавал вопросы. Система администрирования, управление финансами и так далее. Обычная для меня тема. И это было просто... Я их проводил, люди говорили спасибо, все хорошо, даже приглашали снова, что интересно, что является главным показателем. Спасибо не значит ничего, приходи снова. Мы позвоним вам. Да, да, мы позвоним, это не работает, но когда они тебя снова зовут, это ок. То есть, это было, ну, приемлемо. Я не говорю, что хорошо, но приемлемо. Это через полтора года. Но это было ужасно тяжело. Через два года я проводил уже многодневные мастер-классы. А когда появился Тайвань? Тайвань как раз в промежутке появился, потому что Тайвань, это мне повезло. Тайвань, это была такая, такая легкая версия, потому что Тайвань, да, я проводил, там начал через полтора года проводить уже большие длинные мастер-классы в Тайване и, кстати, в Китае, в университете вот этом вот, в Шэньчжэне я проводил. Но там прикол заключается особенность в чем? В том, что они переводят с предложения за предложением. То есть, ты не так перегреваешься все равно. Это как... Можно, классно. То есть, ты говоришь пару предложений, переводят на китайский, потом еще пару переводят на китайский. Это намного легче. И вот это был период между полутора и двумя годами. И через два года, собственно, где-то в конце уже двухлетнего периода я уже начал проводить многодневные мастер-классы здесь, в Нью-Йорке, а на английском языке и это было уже окей. И оставаться в живых. А что произошло? Важный вопрос. Что произошло с пониманием людей, чтением, письмом? Мы же этим не занимались. Мы же не занимались. Ну, я сейчас беру традиционную систему. Хорошо? То есть, у нас же в традиционной системе английский делится на говорение, слушание, чтение и письмо. Ну, смотри, слушание, оно прямо пропорционально говорению. Вот прямо пропорционально и связано непосредственно с говорением и никак иначе. То есть, как работает слушание? Мы отрабатываем на уроке какую-то языковую конструкцию. Я включаю свой любимый Netflix и оказывается, что все люди в этом сериале, они, оказывается, используют эту конструкцию. У меня такое ощущение, что они следят за мной, потому что до этого они не использовали этой конструкции, не было в моей системе ценностей. А здесь они все, оказывается, так говорят. Два дня назад мы были на выступлении у Джереми, Джереми Слейт. Это крутой подкастер, если так можно его обозначить. Да, мой давний друг. И вот насколько он был понятен? Мне было понятно все. Ну, то есть, как бы для меня было все очень комфортно, понятно. Он говорил достаточно, кстати, на простом языке. Немножко быстро говорил. Но, тем не менее, тем не менее, очень просто, очень ясно, без каких-то мамблин, джамблин, там, что-то такое. То есть, у него хорошее выступление было, кроме того. То есть, с этим все окей. То есть, грубо говоря, способность воспринимать на слух, она прямо проявляется, как только ты осваиваешь говорение, какие-то конструкции, а у него автоматически способен распознавать. Это первое. Чтение письмо, я вообще этим не занимаюсь, ну, кроме обычного чтения. Чтение, понятно, занимаюсь, я читаю. Моменты какие-то, что-то надо писать. Абсолютно. Чтение письмо развивается ровно в той же самой степени. Сегодня я достиг очень забавного для меня уровня, который я никогда в жизни не ощущал, что сегодня, когда я пишу что-то, я знаю, как это сказать, но я понимаю, что я не знаю, как это написать. Я поэтому, если два года назад я использовал словарик только для того, чтобы в основном понять смысл слова и транскрипцию и послушать, как оно произносится. Слава Богу, электронные словари дают эту возможность. Это классная, кстати. Это очень важная вещь, потому что читается все не так, как пишется. А то сегодня я использую словарик, для меня это больший вызов, потому что ты знаешь, как произнести слово, ты это говоришь, но как оно пишется, черт побери. Коншес. 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 И ты пытаешься... Это слово я уненавижу просто. У меня много таких любимых слов, по-своему. Значит, но знаешь, что здесь помогает Siri? И помогает... You say how to spell. Абсолютно. О, great. How to spell коншес. Коншес. И она тебе раз пишет, то есть просто Siri спасает. Реально. Отлично. Кстати, крутой лайфхак. То есть сейчас больше челлендж это как это написать на самом деле. Это забавно. Но я сейчас уже договорился с журналом интерпренер американским и я подписался. Это знаешь, это как я себе поставил новую цель. И она меня прямо прет на самом деле. Я вчера понял, что меня эта цель прет. Но я же когда-то 10 лет назад я написал там неимоверное количество статей про бизнес для русскоязычных журналов. А потом я начал писать книги и я на статьи... Ну, это стало непродуктивным. Отошло на второй план. На тридцать второй. На далекий план. А сейчас как бы я начал там общаться с Forbes, с интерпренером и они говорят давай, давай, пиши. И у меня прямо такое... Я очень такой заряженный, чтобы сейчас написать кучу статей на интерпренер на английском, на Forbes. Абсолютно. И я начал даже писать и тут я понял, что теперь я пишу хуже, чем говорю. Но это весело на самом деле. Это легко нарабатывается. Такой последний момент хочу сказать вот по поводу мамблэйн. Когда ты находишься в Америке, когда ты находишься за границей, очень классная вещь про жерами, что не было никакого мамблэйн, стоит зайти в какую-нибудь кафешку, и начинается вот этот мамблэйн. И вот тут пожалуйста не ошибитесь с выводами о себе. Потому что люди приезжают в Америку, они заходят в Starbucks, там девушка прекрасная, которая говорит и ты в этот момент начинаешь думать, что ты плохо знаешь английский. Это очень смешно. Это как ты зашел бы в русский какой-нибудь пив-бар и там тебе сказали о бро, о че, ну как? Че будешь сегодня? Ёбро. И ты такой, если ты учил правильно русский, ты такой, это же какой-то адский микс, да? Окей, я помню. Я просто рассказываю где-нибудь в Рязани. Нет, в Рязани не зайдет, я согласен. Ну, что-то в этом роде, я думаю, что вы поняли основную идею, это типа такое там, ну ты че, брателла вообще? Да, да. Вот попробуйте перевести на английский, ну ты че, брателла вообще? Да, как оно там? Да. Ну как оно ничё? И чё? И чё с этим делать? И чё? Ничё, чё? А чё ты чокаешь? Ну да, я про это говорю, что на самом деле здесь, это как бы, я просто много раз слышала, что человек приезжает в Америку, он заходит, он говорит, я ничего не понял, и тут я понял, что я не знаю английскую, то есть это нормально, язык он отличается, и надо понимать, что если мы говорим про уровень кафешек, про уровень улицы, это абсолютно, ну, как бы, это отличается от такого, я не хочу называть это цивилизованным, как сказать это правильно? Ну, есть, смотрите, смотри, есть такое понятие, как разговорный язык, уличный разговорный язык, он влезет в любой стране, на любом языке. Я уверен, что даже лорды парламента, когда они собираются попить пивка на выходной, они тоже не разговаривают парламентским языком, они используют какой-то упрощенный разговорный... Это что-то такое. Да, абсолютно. Я милую. Как это время. Те время. Да, время. Да, время. Окей, да, то есть, пожалуйста, не воспринимайте это сильно на свой счет, если вы чувствуете, что вы не поняли кого-то в Старбаксе, на Манхэттене. Есть еще один момент смешной, что ты не можешь изучить английский сразу и обо всем. Это так же, как и русский. Человек, который делает работу бухгалтера, попадет на тренинг по тайм-менеджменту или по управлению людьми, и он потеряется, он не поймет, о чем идет речь. Даже на родном языке, потому что это разные области, есть разные термины. Так же, как любой человек, когда он попадает на семинар для бухгалтеров, он теряет сознание, падает лицом в стол, это нормальная абсолютно реакция. Точно так же в английском, то есть имеет смысл, например, я не знаю, как поговорить с людьми об особенностях тканей, выделки кожи, или там, не знаю, ремонта автомобилей, ну какие-то вещи, так как я катаюсь на мотоцикле, по мотоциклу я знаю больше, чем про автомобиль. Хотя я вожу автомобиль, но просто как бы это немножко разные области. Но при этом, например, мой основной словарь это все, что связано с бизнесом, с развитием, со стратегией, вот с этими вещами. То есть нужно понимать, что нельзя, ну как бы нет никакого... Выучить английский. Да, выучить весь язык, это не работает. Это правда. Ну то есть, а что тогда насчет цели, вот люди приходят и говорят, ну я хочу просто, просто разговаривать. Дурацкая цель, просто дурацкая. Это цель, которая ведет к поражению. Она просто ведет к поражению, потому что это не цель, технически это не цель вообще. Цель это, например, свободно общаться в отелях, где я путешествую, на темы, связанные с поселением, развлечением, ресторанами и так далее. Это цель. Или цель познакомиться с молодым человеком-иностранцем, выйти за него замуж и при этом поддерживать общение, свободно какие-то интересы, ценности и так далее. Это ок. Классно. Я попробовала наложить это на область бизнеса. Я просто хочу бизнес. Да, это типа я хочу просто заниматься бизнесом. Да, проконсультируйте меня. Я просто хочу, чтобы у меня был успешный бизнес, и он работал. Да, и все. Иди умри, называется. Окей, спасибо большое. Я думаю, что это будет очень полезно, потому что очень тяжело представить, что произойдет за два года, когда ты только начинаешь. И я вижу это на наших студентов. То есть там объять еще вот этот момент с отелями, с путешествиями еще как-то можно, потому что ты был... что-то не два года, это не два года, давай, ну, с отелями путешествиями. это полгода. Я говорю, полгода объять еще можно, как бы, да, и представить себе в голове, но представить, как бы, вот что произойдет там дальше, потому что очень многие наши студенты очень мечтают о том, что там дальше. У нас есть студенты, которые настолько мечтают, что они не говорят об этом. То есть, мы прям берем... очень большой страх, что вот если я сейчас скажу, Дурана, я хочу пойти учиться на MBA. Нет, нет, люди не учатся на MBA. Там нет людей вообще. Это только для богов. скоговорящие на MBA? Нет, Только ты должен родиться в восьмом поколении англоязычной семьи для того, чтобы учиться на MBA. Как ты можешь мечтать об этом? Да, то есть, вот очень большой страх в отношении этих вещей. Это реально. Просто нужно двигаться постепенно и нужно стараться общаться с теми, кто этого достиг, слушать тех, кто этого достиг. Я думаю, что это рабочая тьма. Двигаться, двигаться, делать уроки, блин, каждый день. Это путь, на самом деле. Все остальное, это болтовня о пути. Да, спасибо большое.